Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сразу пришли к нам на прием. Сегодня прием граждан у заместителя, да? Да, заместителя. Председателя СССР Городского собрания. Это Доржиев Сергеевич Сергеевич. Ну, я думаю, по сравнению с другими депутатами, я, например, его никогда не знал, только узнал, когда выдвигаться стал Сергей Сергеевич. Также он от партии «Единая Россия» является заместителем. Ну все. Сергей Сергеевич? Ну, поприветствуйте наших подписчиков. Добрый день всем. Первый опыт такой, конечно. Ну да, ну вы видите, да, что мы ходим до депутатов, постоянно смотрим, ну как бы такая акция у нас, да, показать всех, ну, показать депутатов. То есть мы хотим показать, кого мы выбрали. И, естественно, там никто там показать качество. Я узнаю, что вы очень хороший экономист, вы закончили высшую школу экономики, да? На финансовой академии. А, на финансовой академии закончили? Почему вы решили стать депутатом? Ну, вопрос, ответ на него очевидный. Мне, на самом деле, 37 лет сейчас исполнилось. И вернувшись домой в 2010 году, действительно, я уже поменял несколько мест работы. Был в банковской сфере, сейчас до этого был в налоговой сфере. И пришел к тому, что мне дальше нужно развиваться. И развиваться в каком отношении? В корпоративной, в ведомственной структуре. Ну, я понял, что мне не хочется двигаться, я хотел пойти в политику. Раз появилась такая возможность, праймерис, Единая Россия, я посчитал, что у меня есть достаточный сил и желание для того, чтобы участвовать в политической жизни нашей страны. В данном случае получилось в политической жизни города. Почему Единая Россия? Ну, объективная реальность такая. То, что сейчас у нас одна партия, партия власти, с этой партией власти действительно можно добиться большего, нежели тем с другой. Ну, это так. То есть, от этого никуда не дезится. Вы знаете, да, вот мы сейчас были на эфире у Арзайова Николая Павловича, но вот вопрос вот такой, как мы всем его задаем, как вы относитесь к назначению трапезника? Я знаю то, что вы проголосовали за, почему за, знали вы его раньше, и чем объясните, как вы комментируете? Ну, не секрет, что я не знал о трапезниками до этого заседания, да. Но я считаю, что надо быть последовательным. Если мы вошли в команду Бату, если мы предвыборную кампанию провели именно под таким лозунгом, то что, да, мы команда Бату, мы команда Единой России, и кандидатура предложена им на временное исполнение, я посчитал, что с моей стороны лично будет правильно, если я проголосую за. А по персоналии, мне кажется, сложно сейчас говорить, правильный это был или неправильный выбор. То есть, время должно показать. То есть, вы опять же склоняете к такому мнению что судить по результатам? Да, я с ним лично не знаком, с трапезником, то результаты работы его, они тоже не будут быстрыми. То есть, до сих пор вы не знакомы? Нет, мы не знакомы. Как вы заместитель председателя ГАИСова, не знакомы с трапезником? Ну, в рабочих встречах я не участвую. У нас Николай Павлович участвует в планерках еженедельных. Но, опять же, для того, чтобы было понятно, то есть, моя должность, она не является постоянной, то есть, я здесь не нахожусь постоянно зарплату не получаю. То есть, у меня есть основное место работы. А где вы работаете, кем вы снесли? Ну, я не буду название организации занимать, это коммерческая деятельность, я там заместитель руководителя. То есть, до того, чтобы был конфликт интересов, я с налоговую службу ушел, ну, вынужден был уйти, для того, чтобы быть представителем органа. Сейчас я в коммерческой службе. То есть, вы выбрали депутатство, вы выбрали стать, вы хотели больше быть депутатом, чем работать на государственной должности, да, именно в государственной должности? Ну, да. Прошу обратить внимание, человек действительно стремился стать депутатом. Ну, и вот такой вопрос, и вы знаете, да, вот эти митинги, пять митингов, три больших митинга. Вот, Сергей Сергеевич, вот вы, наверное, как начинающий политик, вы сказали, да, хотите уже заниматься политикой, как вы вообще относитесь к этому, как вы прокомментируете вот количество народа, да, то, что вот, ну, почему я немного предисторюсь расскажу, просто для меня, для меня, как представителя, да, и службы Калмыкия, как Калмыка, для меня это является очень, очень хорошим шагом для того, что вот я неоднократно на митингах уступал о том, что у нас это, в Калмыкии зарождается гражданское самосознание. То есть, мы начинаем знать свои права. И одна из моих целей, вот моя цель, вот мы с Максом, почему мы ходим для депутатов, мы хотим показать то, что вот это право избирать, право избирать и быть избранным, оно для нас священно. То есть, когда мы, Калмыкии, научимся правильно выбирать, я считаю, то, что тогда у нас будут положительные сдвиги вот в этом направлении, поскольку основа всех вот этих, всей демократии, это право избирать, правильно избирать. И для чего, это ни для кого не секрет, мы показываем депутатам, для того, чтобы показать, как он. Вот мое мнение вот такое. Как вы относитесь вот к митингующим, как в связи с их реализацией своего права? Ну, отношусь, во-первых, то, что вы говорите, зарождается у нас гражданское общество. Это действительно у нас в России, как можно сказать, что и того гражданского общества нет. Никак в Европе, нигде ли бы еще. Естественно, даже когда мы проводили встречи с избирателями, все проблемы, которые были озвучены, мы предлагали их вынести в такую правовую плоскость. Ну, значит, написать заявление, выразить свою позицию, собрать подписи. Тогда смотри, да? Собрать подписи, потому что это очень важно. Если о проблемах никто говорить не будет, то они, к сожалению, решаться тоже не будут. Если собралось достаточное количество людей на митинг, то есть я не знаю, сколько по количеству, то есть я на них не присутствовал, не могу точно сказать. В общем, эти вопросы с цифрами, я их комментировать не буду. Но сколько бы ни собралось людей, мнение всех людей – это очень важно. Просто вы говорите, что хотите, чтобы калмыки сами выбирали. Ну, выбор – это только первый шаг. То есть кого бы вы ни выбрали, все равно нужно контролировать. Основа, да. Основа. Ну, на самом деле, ну, допустим, это основа, но гораздо важнее контролировать, как этот человек выбранный работает. То есть выбор только один раз происходит, а в течение пяти лет выбранный человек должен работать на благо общества, и это общество должно его сподвигнуть на это. То есть не надо собраться для того, чтобы один раз кого-то выбрать. Надо постоянно выражать свое мнение в рамках закона. Митинг будет, это пили пикет, либо работа в СМИ, но для того, чтобы… Ну, чтобы власть доработала так, как нужно для людей, для всех людей. Ну, то есть вот пример на сегодня Дмитрия Трапезникова. То есть мы митингуем, Трапезникову вынуждены работать. Вот я считаю, в идеале должно быть так. Идеальный вариант. Ну, в идеале должно быть, что мы не митингуем, а люди работают. Вот так. Что-то не понравилось, как и в Европе. Все вышли, нас и опять начали работать вот так вот. И вот, ну, еще такой вопрос, Сергей Сергеевич. Вы из команды Бату. Да. Морзая из команды Бату. Как вы относитесь к тому, что, буквально, недавно, в конце октября, нам объявили, что Орлов Алексей Моразов тоже в команде Бату? То есть назначение вот с этим. Ну, команда Бату, это был такой некий бренд, общность предвыборная. То есть, когда, все помните, вот эти желтые, раздаточные буклеты, и когда было все понятно, кто в команде Бату, кто идет на выборы вместе с ним. То, что сейчас Алексей Маратович, он представляет Калмыкия в Совете Федерации, да, ну, тоже называть команда Бату, ну, мне кажется... То есть вы бы не назвали. Ну, я не считаю, что вот все люди, которые, допустим, в правительстве у нас сидят, все люди там, в медвестах, там, депутаты от Госдумы, там, они в команде прямо Бату. Просто любое госуправление, оно состоит из многих частей, и представитель Совета Федерации тоже определяет свою функцию какую-то выполняет, в команде он Бату или не в команде. Я подчеркну, что он представитель от госоргана? Да, да, естественно. То есть от него именно, от именно главы. Ну, продиктовано, наверное, кем-то более весомым. Наверное, так. Вот. Это лично мое персональное мнение. Вы, как депутат, вот что вот, вы говорите, что уже созрели 37 лет, да, и созрели для политической жизни. Что вы хотите вот своим приходом, как, как депутат, как заместитель, председатель ЭГС, что вы хотите внести вот в наш город, какие-то там новшества, что тут, вот в сфере экономики, да, наверное, потому что вы же экономист, я подозреваю, что вы в этом направлении будете, да, прорабатывать. Какие у вас планы? Сейчас я знаю, сейчас я знаю, то, что вот Хурали готовит план законопроектных работ на следующий год, и какой у вас сейчас, вот лично ваш, какие законопроекты, которые будете вносить в городское собрание с экономической точки зрения? Ну, прям честно скажу, что сейчас у меня никаких планов по законодательной части нет, сейчас у нас пора идет, когда мы должны утвердить во втором чтении бюджет города или страны. А, вы это сейчас изучаете? Да, я этим изучаю, потому что первое чтение пошло, второе как раз будет самое такое дискуссионное, самое проблемное. Не скроем, что бюджет города, он будет дефицитный, средств недостаточно для того, чтобы исполнить все обязательства перед горожанами. Но, как я уже отвечал на подобные вопросы, например, на встречах с собирателями, моя основная цель, почему я здесь нахожусь, и что я хочу, чтобы был порядок в первую очередь. То есть нельзя взять навалиться и построить где-то канализацию, где-то дорогу, где-то закрыть очередь в детском саду. Это все частные проблемы, которые исходят с одной, то что у нас нет должного порядка, который должен быть. В значении. И если да, то есть я буду на своем месте отвечать за порядок, за правильность, за законность, как депутат, буду требовать от этого со всех должностных лиц, и тем самым мы постепенно придем к тому, что все вот эти мелкие вопросы, они не будут решаться надрывно каким-то образом, то есть наваливаться на все, собирать средства, они будут решаться постепенно, то есть когда мы достигнем вот этого порядка, когда у нас будет выполнение всеми, всех своих функций, то и жизнь станет лучше, и бюджет будет больше у нас пополняться, то есть все это должно быть идти постепенно. Нельзя вот сейчас принять какой-то один закон, одно простое решение, и всем все было хорошо, то есть по щелчку пальцев ничего не произойдет. Нужно всем законодателям, всем депутатам, всем руководителям, всему населению стараться жить соответствующим образом, для того, чтобы был порядок, чтобы не было у нас коррупции, чтобы не было никаких других злопотреблений, чтобы никто не мусорил у нас, не кидал, не превышал скорость, не пил за рулем, то есть мы сейчас находимся в таком состоянии, когда нам всем нужно, вот как вы говорите, но к единой цели идти. то есть если у нас единая цель, мы должны объединиться, то есть должен быть конструктивный диалог, вот я забыл вопрос задать Николаю Павловичу, вот как и Дмитрий Викторович говорил, что готов на диалог, на конструктивный диалог, как и сам Гаджит Арбайев недавно в интервью говорил, что должен быть диалог, должен быть конструктивный диалог, также Николай Павлович говорил, что должен быть диалог, но за это время, Два месяца уже, 26 сентября, вот была встреча тогда, Бату Сергеевич встречался с активистами, потом были кулуарные встречи с Нараном Кюкейом, чинизмом Береком тоже, занимающим высоты посты в республике. И я лично присутствовал на встрече с Джан-Джан Горчика Рули. То есть после встречи у Сергеевича никаких встреч не было. Как вы думаете, нужен ли диалог для того, чтобы объединиться литингующими в его необходимости, чтобы мы подумали, действительно, мы ошибались? И если не можете убедить, тогда нужно к нам прислушаться, то есть другой вариант. Я считаю так. А получается так, что мы выходим-выходим, нас не слышат, нас судят, вы знаете, да, у нас суды идут, нас штрафуют, то есть тем самым натягивают на определенные санкции, чтобы там последствия нас где-то как-то в рамки загнать, чтобы мы не его заходили. То есть это берет нас по рукам, грубо говоря. Вот. Как вы прокомментируете вот это? Почему нету? Все говорят о диалоге, то есть власти, а диалога нету. Ну, что тут прокомментировать? Если определенные люди говорят, что должен быть диалог, а диалога нет, то это вопрос нужно к ним задать. То есть комментировать-то нечего. А по поводу того, что есть закон, это тоже нельзя отрицать. То есть если в рамках законодательства все проходит, то никаких вопросов никого не возникнет, никто по рукам бить не будет. К сожалению, это так. То есть мы должны жить в рамках закона, то есть мы его не можем нарушать. А то, что он у нас, закон устанавливается, опять же, это устанавливается на федеральном уровне. То есть вы все прекрасно знаете, что в Москве были соответствующие мероприятия, то есть не знаю, как митинги или что было. То есть разные политики, они как раз-таки проводят такие мероприятия, но то, что закон работает в Москве, он должен работать, получается, и в Калмыкии. То есть нельзя так сказать, что мы здесь идем на диалог, но не будем никого там наказывать по административке, то есть это неправильно. Давайте диалог вести в рамках закона. Кстати, вот принимается решение в Москве, Конституционном суде, Верховном суде, вот Пленум разъясняет Конституционный суд, разъясняет, а вот у нас в Калмыкии не принимают наши судьи эти нормы и нас специально штрафуют. Я об этом заявляю прямо в эфире, поскольку есть документы, реальные документы Верховного судов, Конституционного судов, которые срываются, разъясняют там, ну у нас нет, то есть это ваш пример, это не мой пример, это ваш пример. Ну, может, в Калмыкии есть какие-то вопросы, подпишись? Ну, не знаю даже, у меня там подпрашивают, подпочитают. Посмотрел, Сергей Сергеевич, вас надо контролировать. Ну, подписчики, если есть какие-то вопросы, давайте. Что-то... А вот, расскажите, Сергей, про бюджет, дефицит, мы сказали, и больше, кроме этого, какие-то особенности у него есть, или там... Какое, в общем, состояние на сегодня в бюджете? Да, говорили, что Трапезников приведет инвестиции в город, очень много. А, кстати, я забыл спросить, Николай Николаевич, он обещал, обещал, приведет, и Чемид Николаевич крикнул, а он приведет инвестиции, да, я помню. Но уже два месяца, что-то их нету. Ну, как экономист, могу сказать, что инвестиции, это такое дело, оно не быстрое. То есть, если речь идет о каком-то крупном проекте, он готовится будет достаточно долго. То есть, может пройти не полгода, может быть, и год, если это будет большая инвестиция. Или закладывать на бюджет, мы знаем, что бюджетно сразу все не делается, да, вот это вы имеете в виду? Нет, то, что инвестиция, привод инвестиций, он может к чему привести, только в плате налогов от соответствующего проекта. То есть, когда проект начнет функционировать, то, что там будет платиться НДФЛ, будут платиться остальные налоги и так далее. Но все знают, что если мы инвестицию, допустим, хотим осуществить, то есть период стройки, допустим, налогов не будет, правильно? То есть, наоборот, будет возврат этого НДС, ну, и правда, не с нашего, конечно, бюджета, но вообще, то, что на период строительства, то есть налоги, они будут минимальны. Потом уже, когда если что-то произойдет, то действительно, тогда будет пополняться налоговая база. А сейчас, если говорить про бюджет города на 20-й год, то, конечно, он дефицитный, он, ну, это не секрет. Сумма, которая там заложена, она небольшая, то есть она недостаточна для того, чтобы выполнять все функции. Первое чтение, оно прошло, исходя из прогнозов поступления этого налога. Мы надеемся, что после того, как будет второе чтение резьбюджета, то будут доведены большие средства, то есть субсидии, дотации города везде. То есть мы пока этого и знать не можем. Вы не знаете из-за этого дефицит, а может быть он еще увеличится в этой дотации. Как это? Нет, он, скорее всего, так же останется дефицитным. Просто финансирование нацпроектов, оно уже будет четко по нам понятно. То есть если сейчас это финансирование нацпроектов не заложено в бюджет, потому что нет соответствующих сумм в резьбюджете, то по прошествии времени, то есть мы уже будет такая картина более полная. Но опять же, средств будет для всего недостаточно. То есть мы не сможем не отремонтировать коммуникации, не сможем. Козырек доделайте? Козырек я не знаю этого. Нет, это просто вопрос. Денег нету, а ремонт делаем козырька. Он так был необходим. Вот я просто на примере Сардана Ассентимы, например, мэра Якутска. Она пришла и говорит, блин, у нас тут дорогие машины, давай я их продам, и эти деньги я поставлю, потом фестиваль какой-то заводит, меховых шуб. Кучу бабок тратят, она говорит, этот фестиваль я отменяю, я завожу очистители воздуха в садики, в детские сады. Такие шаги, направленные на развитие города, предпринимаются трапезником. И вот я, например, я же говорю же, я приведу инвесторов. То есть у меня есть друзья, у которых есть деньги, и они готовы поработать у вас здесь в республике. Я прихожу сюда и говорю, ребята, естественно, это будет год, там два года строительство будет длиться, но у меня есть вот такой проект. Допустим, я в городе поставлю то-то, то-то, это сделаю, сделаю то-то, то-то, то есть он изначально должен был вам что-то объяснить, я так думаю, да? Любой инвестор, неважно, какие инвестиции он пригонит, но он должен объяснить, что они придут через год, через два, через три, на его срок какой-то определенный. Но он молчит об этом, просто идет разговор, я приведу деньги, но денег нет. Опять же, у нас денег не хватает, но мы делаем ремонт козырька за сколько там, миллионов? Часы, да, за полтора миллиона. То есть он, за счет, вот вопрос такие, да. У них не молотал же. А, как и сказали финансисты. Да, но мы утверждаем, что мы его... Не депутаты администрации, записи на умы, собственно. Не, ну, не, я имею в виду, может, в кулуарах что-то там разговаривать, может быть, Николай Павлович знает, там, слышал разговор, что Дмитрий ему сказал, там, у меня тут друзья есть, там, с Америки, или там, не знаю, друзья есть, они, короче, хотят у вас здесь поставить такое-то, там, сделать, а оно, там, в дальнейшем, через три года в априори опустит свет до, там, до трех рублей, грубо говоря, да. И, то есть, мы будем платить не пять рублей, а... Или, там, допустим, в городе, те, кто занимает промышленностью, да, или, там, производством, давайте не будем ставить десять рублей. Десять рублей, ну, это безобразие. Вот производством, давайте мы поставим семь хотя бы. У нас самый дорогой свет по региону, хотя, например, логистически мы находимся в центре. Вокруг нас одни миллионники города, так же? То есть, если какое-то предприятие здесь организовать, и логистика 300 километров туда-сюда, туда-туда-туда, сюда к нам не приходит, потому что у нас здесь свет дорогой. То есть, получается, можно придумать какой-то закон, да, который сможет определенным предприятиям, не всем, потому что я понимаю, что это ЛЭП, ЛЭП, все это надо обслуживать, определенным предприятиям, которые направлены на производство, создание гоноскопных, там, рабочих мест, снизить оплату электроэнергии. Я так думаю, это возможно же? Это вопрос только был. Ну да, это вопрос. Как экономист. Ну, я как экономист, но я также не являюсь специалистом в поставках электроэнергетики, но я могу понять то, что есть у нас компания Россети, есть у нас поставщики электроэнергии, есть оптовый рынок, где формируется вот эта цена, есть у нас ФСТ, федеральная служба по тарифам, которая также утверждает эту стоимость электроэнергии. Это вопрос сложный, то есть нельзя, мне кажется, принять городом какой-то закон, чтобы определенным предприятиям была снижена, допустим, плата за электроэнергию. Таким образом, вот это вот компенсировать должен кто-то, это получается бюджет. Не, я же говорю, не всем предприятиям, которые уже здесь работают, а именно производственным. А производственных у нас нет. У которых мощности, например, не полтора киловатта в день, а там 20 киловатт. Вот для таких предприятий, то есть они в мегаватт, 10 мегаватт в день, 5 мегаватт в день. То есть таких предприятий у нас, получается, на территории республики нет. И они не придут, потому что у нас 10 рублей за свет. Да, это большая проблема, у нас высокая стоимость электроэнергии, но тот способ, который вы предлагаете, мне кажется, он нереальный, потому что, опять же, электроэнергия – это товар. Если за товар кому-то предоставляют скидку, то поставщик должен это каким-то образом другим компенсировать. Понимаете? То есть нельзя взять хлеб, допустим, и продать его за 10 рублей, хотя ты муки потратил 15. То есть получается, что 10 рублей кто-то тебе должен додать. Грубо говоря, населению... Я вашу мысль понял, действительно, это наша проблема, то, что, возможно, нужно будет реформы проводить именно с точки зрения генерации собственной, то есть распределения сетей. Все знают, что у нас большие потери идут. Опять же, вы говорите про 300 километров. 300 километров высоковольтной линии, там тоже будут потери. Нет, я говорю 300 километров в смысле ввести уже произведенный товар. Я не говорю о потерях, которые идут туда. Там уже все рассчитано. Из-за этого сформировался тариф. Я же говорю, вот предприятие. Вот я иду к предприятию по производству кирпича, допустим. Заглушили кирпич у нас. Вот я иду к предприятию кирпича. Они не работают. Они не начнут работать, потому что у них там 10 рублей. Я говорю, комплекс. Это вот профсовет, это только малая часть. Я говорю, комплекс. Вот я к ним прихожу и говорю, ребята, если вы начнете работать, мы вам поставим 7 рублей. То есть, получается, прибыль будет в любом случае, потому что... А то есть ты уже создаешь слой нормальный. К нему, когда он придет. То есть мы уже работаем. Те, кто есть, работают. Пусть они работают по тем же условиям, потому что, опять же, 300 километров ЛЭП, его надо обслуживать. Соответственно, это уже на уровне, получается, государства. Зачем отрезать этот ЛЭП и возле этого маленького поселка Хартуга воткнуть газа, ветра, электрогенерацию? Стоит это намного дешевле, и свет станет дешевле. И ЛЭП это не надо тащить. Согласны? Я так думаю. Это правильно, да? Ну, есть логика определенная. Сергей Сергеевич, вот у нас вопрос от подписчиков, да? Саша, вот как вы относитесь к тому, что этот рынок, да, был шум по рынку с первого микрорайона переносится туда-куда-то, в сторону Востока? На Восток. Как вы к этому относитесь? Ваше мнение личное, хотели бы сказать? Если лично, то мне, конечно, будет неудобно ездить, потому что я живу, кажется, в северном районе. Мне будет ехать далековато. А так, перенос рынка, он продиктован, насколько я понял, из СМИ, опять же, да? То есть я не участвовал в принятии этого решения. Но так же, как и вы, в СМИ я вижу, что вот эта территория, которая идет за Пуэрад-ареной, она будет облагораживаться. То есть там будут парковые зоны, рекреации и все остальное. Это для муниципальных нужд, земельный участок изъят будет, для муниципальных нужд. Я точно не могу сказать, это то, что я видел в инстаграме. А вот, Алексей Сергеевич, вам, наверное, известно, все спрашивают, постоянно спрашивают, я забываю, я постоянно убираю, здесь и не автобусы, которые стояли на площади, когда предвыборная компания, или это пиар, или что-то такое. Нет, 24 автобуса на ранг Киев привозила Собянина, вот я помню. Ну, опять же, вы ничего не говорите, вы не знаете. Какой-то инсайдерской информации вы же вшел в собственность, вы должны решение принимать, а собственность принималась? Это такое решение? Насколько я понял, еще документооборот идет еще, что они в собственность еще не переданы. А, то есть они еще в собственность не переданы? По-моему, еще нет. А будут передаваться? Да, конечно. То есть это просто, да? Так, ну спасибо, Сергей Сергеевич. Кстати, вот, вчера был День Единой России, да, по-моему? Поздравляем вас с праздником. Ну, я еще сторонник, я не член партии. А вы не член партии? Да, я сейчас пока сторонник. А-а-а. Ну вот про суды, ребят, про суды Сергей Сергеевич уже ответил, что это как, если законно положено, значит, и никто, в принципе, не вправе, даже президент Российской Федерации не имеет права комментировать судебное решение. Да, за изводительный сайт Кремль.ру, там даже так и написано. Так, ну, Сергей Сергеевич, спасибо вам. Спасибо. Ну, дорогие друзья, это был Сергей Сергеевич, заместитель, председатель Лесинского городского собрания. А, кстати, ребята, завтра мы с Максом идем до Аюшевой. Вы просили сходить до Аюшевой, мы завтра идем до Аюшевой. Ждите эфира. Всем спасибо. До свидания.